5 августа в аэропорту Бейрута по-прежнему огромная очередь из тех, кто спешит уехать из Ливана. По меньшей мере шесть стран призвали своих граждан покинуть регион из-за угрозы эскалации между Ираном и Израилем. Тем временем в иранском МИДе сообщают, что не хотят эскалации, но стабильность в регионе будет возможна только, цитата, при условии наказания агрессора. «Никто не может сомневаться в законном праве Исламской республики Иран наказать агрессора и создать сдерживающий фактор против узурпаторского режима агрессора». Власти в Иране считают, что Израиль причастен к убийству главы политбюро Хамас Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Местный телеканал ИРИП передаёт, что в парламенте страны уже раздаются призывы ликвидировать Беньямина Нетаньяху. А американское издание «Аксиос» со ссылкой на официальных лиц США и Израиля сообщает, что удар со стороны Ирана может быть нанесён уже в понедельник 5 августа. При этом опасность исходит и со стороны ливанской границы. Там оперирует проиранская группировка Хазбалах. Один из её высокопоставленных фигур Фуад Шукар был убит всего за несколько часов до Хании. 4 августа на совещании Кабинета министров Израиля обсуждались возможные сценарии. «Израиль ведёт войну на несколько фронтов против иранской оси зла. Мы наносим мощные удары по каждой из её ветвей. Мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Я повторяю нашим врагам. Мы ответим и заставим жестоко поплатиться за любой акт агрессии против нас с любого фронта». Ряд израильских изданий также сообщает, что 4 августа проходило совещание премьер-министра с руководителями армии и спецслужб Израиля. Они, судя по всему, обсуждали сценарий для превентивного удара по Ирану. По сообщениям, он будет возможен только при веских доказательствах, что Тегеран готовит нападение. «Израиль сохраняет количественное военное превосходство в регионе благодаря поддержке США. У него есть гораздо более современное военное оснащение для защиты. Но не стоит забывать, что с точки зрения размера стран и размера вооруженных сил между Израилем и Ираном есть асимметрия. Иранцы обучили, оснастили и профинансировали несколько группировок в регионе, которые, во многом разделяя стратегию Ирана, пытаются нанести ущерб Израилю. Так что ситуация для Израиля не самая благоприятная». В интервью телеканалу Fox News Джон Кирби заявил, что угрозы верховного лидера Ирана стоит воспринимать всерьез. И подчеркнул, что США продолжат помогать Израилю. «Мы были очень последовательно в нежелании видеть эскалацию. Мы также очень последовательно доказывали, что мы собираемся встать и защитить Израиль. В апреле, когда Иран запустил 300 ракет и беспилотников, США подняли воздух авиацию, чтобы сбить их. Сейчас мы отправили в регион дополнительные военно-морские, военно-воздушные силы, чтобы помочь защитить Израиль. Мы снова и снова доказываем, что будем поддерживать Израиль». По другой версии, как сообщает Sky News Арабия, удар со стороны Ирана может состояться в ночь на 13 августа. В этот день в Израиле отмечается Тиш Абеав – День скорби и памяти о разрушении первого и второго храма в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok